Новая рабочая неделя началась с оперативного совещания в администрации Люберец. Руководители структурных подразделений и силовых ведомств отчитались главе округов, проделанной за последние семь дней работы. Доклады спикеров выслушала и наша съемочная группа. 1600 обращений поступило в Люберецкую полицию на минувшей неделе. Стражи порядка возбудили 22 уголовных дела. 18 преступлений удалось раскрыть по горячим следам. В зоне обслуживания ведомства зафиксировано 218 ДТП. Один человек пострадал, а пожары, которые произошли на территории округа, не причинили вреда здоровью людей. Люберец, улица 3-я почтового отделения, дом 58, квартира 117. На момент прибытия первого пожарного подразделения происходило открытое горение балкона. На 12-м этаже 14-этажного жилого дома была угроза распространения огня на 13-й этаж через балкон. В результате правильных и грамотных действий руководителя тушения пожара и личного состава. Пожар удалось скриптировать в тех размерах, которые он принял на момент прибытия пожарного подразделения. Слаженно работала и система ЖКХ городского округа. Аварийных ситуаций не зафиксировано. Силы ресурсоснабжающих организаций брошены на устранение последствий резкого повышения температуры. С 26-го числа сотрудниками Люберецкого водоканала было сформировано 4 бригады, 14 из 16 человек и 2 единицы техники. Данные бригады работали в круглосуточном режиме. За данный период откачано более 3000 метров кубических воды. Ситуация была взята на основной контроль. И, скажем, все основные места потопления, которые у нас выявлены, о которых мы знаем, практически все в этот период были ликвидированы. В проделанной работе отчитались сотрудники управления благоустройства и дорожного хозяйства. Участники совещания обсудили также ход вакцинации в округе. А в конце встречи подвели спортивные итоги недели.